РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕВАНГЕЛИЯ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Здравствуйте, дорогие друзья! С Вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 1 по 15. Давайте послушаем. Беже человек от фарисеи Никодим имя Ему, князь Жидовский. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему, «Рави, мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с Ним Бог». И Иисус сказал Ему в ответ, «Истинно, истинно говорю Тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит Ему, «Как может человек родиться, будучи стар? неужели может Он в другой раз войти в утробу Матери Своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю Тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал Тебе, «Должно вам родиться свыше». Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. Никодим сказал Ему в ответ, «Как это может быть?» И Иисус отвечал и сказал Ему, «Ты, Учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» «Истинно, истинно говорю Тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а Вы, свидетельство нашего, не принимаете. Если Я сказал Вам о земном, и Вы не верите, как поверите, если буду говорить Вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Да всяк веру и вонь не погибнет, но им от живот веченый». Отрывок, который мы только что услышали, передает нам беседу Иисуса Христа с одним из высокопоставленных иудейских чиновников по имени Никодим. Он был членом Синедриона, высшего религиозного органа правления еврейским государством. Никодим был человеком известным и уважаемым. В отличие от других иудейских начальников, которые ненавидели Спасителя и уже составляли против него и его учеников заговор, он очень живо откликается на евангельскую проповедь. Он хочет узнать больше. Конечно же, главный вопрос, который интересует Никодима, как стать участником Царства Божия, то есть Царства Мессии, о котором проповедует Иисус. Для того, чтобы получить ответ, он и приходит ко Христу. Но делает это тайно, под покровом ночи, ведь о его симпатии к бродячему проповеднику могут узнать его коллеги, а тогда он потеряет все – и уважение, и влиятельность, и связи. Вряд ли, думает он, тогда можно претендовать на почетное место в Царстве Мессии. Беседа со Христом повергает Никодима в недоумение. Он совершенно не понимает, о чем говорит Иисус. Оказывается, для того, чтобы стать участником Царства Божия, необходимо заново родиться. Никодим, как человек, который, подобно другим иудеям, уверен, что Царство Мессии будет могущественной земной империей, понимает слова Спасителя буквально. Но это же абсурд. Как человек, находясь в преклонном возрасте, может еще раз выйти из утробы матери? Окончательно путают Никодима слова Христа о том, что Сын Человеческий, то есть Мессия, должен быть повешен на дереве, как когда-то Моисей поднял на трости медного змея, чтобы спасти своих единоплеменников в пустыне. Мы не знаем, чем именно закончилась эта беседа. Однако очевидно, что Никодим ушел в глубоких раздумьях, так и не получив прямых и однозначных ответов на свои вопросы. Но что же мы видим дальше? Мы встречаемся с Никодимом еще раз, в самом конце евангельской истории. Теперь все иначе. Он готовит тело Спасителя, которого только что сняли со креста, к погребению. О чем это говорит? Мы не знаем, как он жил все это время, что он передумал и пережил с той ночной беседы. Но очевидно, что перед нами совершенно другой Никодим. Человек, который приходил к Спасителю ночью и мыслил плоскими, одномерными житейскими категориями, умер. Вместо него в преклонном возрасте на свет появился другой человек. О глубине этого продолжающегося перерождения можно судить уже потому, что снимает он Господа с креста открыто, не ночью, а при свете дня, без страха, прекрасно понимая, что это видят не только его коллеги, но и весь Иерусалим. И теперь крест можно ставить не просто на карьере, но на самой жизни. Это, безусловно, мучительный опыт, как мучительные роды для женщины. Однако пройдет всего лишь два дня, и мироносицы принесут ученикам радостную весть. Учитель воскрес. И не будь этого скорбного опыта умирания, не будь тягот нового рождения, не занял бы Никодим почетное место в Царстве Божием, которому так стремился, и которое на самом деле есть не что иное, как радость светлого Христового воскресения. Пасха Господня. Евангелие день за днем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok